Открытость власти приоритет в работе городской администрации. Одно из звеньев этого направления деятельности – работа с обращениями граждан. Так, за 2012 год в администрацию Муравленко поступило более 700 заявлений. А за неполных два месяца этого года на рассмотрении находится 65 обращений граждан. С какими проблемами обращаются жители города, узнавал Эрнест Бавшин. Как показывает анализ, тематики обращений граждан в администрацию города и ее структурные подразделения уже на протяжении ряда последних лет актуальными являются вопросы, связанные с реализацией различных программ в жилищной сфере, оказание содействия в трудоустройстве, вопросы, связанные с благоустройством и выплатой единовременной материальной помощи. Здесь мне хотелось бы отметить тот факт, что для принятия объективного решения по данному вопросу с того года у нас в администрации города создана специальная комиссия из представителей разных служб городских, разных предприятий городских, чтобы мы объективно могли рассмотреть заявления, документы, которые представляют подтверждающие жители города, которые подтверждают его трудную жизненную ситуацию и принимается таким образом коллегиальное решение по решению данному вопросу. Как отмечают специалисты Организационного управления администрации, в 2012 году значительно увеличилось количество обращений граждан, связанных с оплатой коммунальных услуг. Это связано прежде всего с активной работой комплекса ЖКХ по установке общедомовых приборов учета. Но не только с проблемами приходят горожане в город администрацию. Поступают от муравленковцев и конструктивные предложения. Буквально вчера на приеме по личным вопросам пришел молодой парень с предложением создания, возможно, на базе ЦПВ, такого центра, в котором можно было установить имитаторы различных там самолетов, танков и еще что-то, где ребята могли бы в интерактивной форме даже обучаться вождению танка. Поступает в администрацию предложение по благоустройству города, связанное с установкой дополнительных дорожных знаков, барьеров принудительного снижения скорости и так далее. После того, как обращение от жителя города будет принято согласно закону, оно в течение трех дней должно быть зарегистрировано и рассмотрено в течение 30-дневного срока. При этом гражданину направляется соответствующее уведомление. Бывают случаи, когда на решение проблемы требуется дополнительное время, чтобы собрать больше информации и документов. В таком случае срок рассмотрения может быть продлен еще на 30 дней. Обращения поступают разными способами. На личных приемах главы и его заместителей непосредственно в орг управления и посредством интернета. Кроме того, у нас сейчас работает виртуальная приемная. Вот такая статистика. В 2010 году виртуальную приемную администрацию города открыла. По ней также ведется такая же работа. Это все также рассматривается в определенные сроки. Также дается объяснение гражданину на не объяснение, а ответ. В 2010 году у нас поступило 0 обращений виртуальной приемной. В 2011 году 111, в 2012 году уже 148. То есть идет значительный рост. И это очень удобно для гражданина, не выходя из дома. Самое удобное для него время написать, заполнить там анкету, написать вопрос и получить исчерпывающий ответ на его заявление. Но при условии, конечно, если там есть адрес, куда потом обратно отправить это письмо. И указаны его фамилии и имя. Учество не обязательно. Гражданину могут и отказать рассмотрение его обращения. В случаях, когда текст заявления написан неразборчиво, в нем содержится нецензурная брань, угроза жизни или не указаны данные заявителя. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города.